Конечно, есть вопрос, какие необратимые последствия могут быть после анального секса? Ну, основное необратимое последствие – это разрыв сфинктера анального, забирательного аппарата, то есть когда начинается нарушение функции недержания, происходит недержание. И это на самом деле очень трагично. Трагично почему? Когда идет травматизация сфинктера, допустим, на фоне какой-то операции, как запрограммированные изменения, есть такие операции, к сожалению, и болезни такие, которые приводят к травматизации, либо во время родов происходит глубокий разрыв промежности с вовлечением волокон сфинктера либо запирательного аппарата прямой кишки, то есть у нас есть какой-то фрагмент, который мышечная ткань заменилась. Да. Тогда мы можем сделать операцию, мы удаляем эту рубцовую ткань и сводим волокон сфинктер, называется сфинктеропластика, либо сфинктеролеваторопластика. Но во время анального секса происходит такая диффузная травматизация. Вот представьте, что у вас шарик надутый, вы его проткнули, и он лопается. Вот дайте как это, когда определяет пол ребенка, вот это, хопа, и куча там конфетти разлетается. Вот то же самое примерно. Представьте, что происходит травматизация сфинктера. Это фрагментарно, это не конкретный участок. И происходит дальше замещение тканей, то есть склероз. И мышцы не работают. И взять, сделать операцию, отрезать кусок сфинктера, шить невозможно, потому что это тряпочка, как резинка из-под трусов, которая растянулась. И здесь очень трагично, потому что мы пытаемся делать стимуляции, мы пытаемся делать бостерапии. Кстати, тоже вот скажу, что у нас отделение функциональной диагностики, мы как раз занимаемся реабилитацией с такими пациентами, и мы занимаемся и послеродовыми травмами, бордовыми травмами послеродов, и там на фоне анального секса, все прочее. То есть когда мы стимулируем и заставляем опосредованно работать сфинктером, и заставляем работать и пубрактальную петлю, и присоединять мышцы ягодиц для того, чтобы компенсировать эту недостаточность. И здесь, конечно, это очень тяжело. И полностью 100% вылечить человека и вернуть, как было до, откровенно скажу, невозможно. И наша задача стоит не вылечить, а социально адаптировать. В худшем случае есть вживление специальных имплантов, магнитиков, которые вокруг попочки подкожно ставятся, и они замыкаются. Но это может быть травматичная операция, может быть, нагноение, отторжение. Либо используем в конечном уже счете такие так называемые анальные затычки, как тампоны, только как чаша менструальная, вот она так на веревочке. Вот да, в худшем случае... Чтобы держала. Чтобы держала. То есть вы заводите в попочку, под действием слизи этот лепесточек раскрывается. У нас чаша здесь на 8-12 часов, в зависимости от... Минструальной чаши. Этого хватает, да, да. И мы там потом из попочки эту затычку убираем. Вот это к вопросу о самых страшных, необратимых вещах. Вот, к сожалению, так, да. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»